Здравствуйте! В эфире программа главного управления МВД России по Новосибирской области Полиция 54. В студии Владислав Савченков о главном за прошедшую неделю. Сотрудники управления уголовного розыска главного управления МВД России по Новосибирской области в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке спецназа выявили и задержали четверых мужчин, которые подозреваются в вымогательствах и грабеже. Как установили полицейские, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года трое молодых людей в возрасте от 22 до 29 лет под руководством 46-летнего гражданина, представляясь с дружинниками под угрозой применения физической силы и распространения порочащих сведений, вымогали у граждан денежные средства. У одного из потерпевших они похитили мобильный телефон, у другого путем вымогательства денежные средства в размере 5000 рублей, у третьей жертвы подозреваемые требовали 100 тысяч рублей. В ходе проведения обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли по местам жительства задержанных банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, ноутбуки, ножи, балаклавы, бейсбольные биты, удостоверение народного дружинника, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, сигнальное и охолощенное оружие, спецформу, радиостанции, а также электрошокер, газовые баллончики, флеш-карты, камуфлированную одежду и наручники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство» и части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В сентябрьские выходные на территории Новосибирской области проведен комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 78 водителей. За 8 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 6000 водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. ВСАВТИНСПЕКЦ Новосибирской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждаются уголовные дела. Максимальная санкция за данное нарушение – лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортным средством в течение 3 лет. ГИБДД. ГИБДД. В отдел полиции номер 5 «Зержинский» управлением ВД России по городу Новосибирску поступило заявление от местной жительницы, проживающей в частном доме, расположенной на улице Липецкой. Женщина сообщила, что в ее отсутствие в дом проник неизвестный и похитила электронику и ювелирные изделия. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель села Раздольное, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Установлено, что фигурант отжал пластиковое окно и проник в жилище, где похитил имущество потерпевшей. Похищенный мужчина сбыл на одном из рынков города Новосибирска. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ кража. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Отделом полиции номер 6 Октябрьский управление МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый в краже из магазина бытовой техники. Установлено, что 29 июля неизвестный мужчина, находясь в одном из магазинов, расположенных по улице Большевистской, тайно совершил хищение имущества. Злоумышленник похитил робот-пылесос. Сумма ущерба составила 22 325 рублей. Если вам что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на фото и видео прорыва, сообщите полицию по телефону. 8-913-225-41-80-383-266-02-02-232-17-70. Конфиденциальность гарантируется. Сотрудники Главного управления МВД России по Новосибирской области в рамках операции «Рынок» выявили свыше 50 нарушений миграционного законодательства. При проведении профилактического мероприятия правоохранители проверяли документы у мигрантов, которые трудятся на торговых точках и рынках. Также сотрудники ДПС полиции уделяли особое внимание участникам дорожного движения, прибывшим из зарубежья и передвигавшимся по территории Новосибирской области. В результате проведенной работы стражи порядка проверили более тысячи иностранцев и выявили 19 административных правонарушений в области миграционного законодательства. За различные нарушения правил дорожного движения сотрудники полиции привлекли к ответственности 13 граждан из стран ближнего зарубежья. По возбужденным административным делам в отношении 15 приезжих вынесены постановления об административном выдворении с территории Российской Федерации. В отдел полиции номер 5 Дзержинский управлением ВДР по городу Новосибирску поступило сообщение от граждан о том, что из гаража, расположенного на улице Коломенской, слышны женские крики о помощи. На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, оперативники и руководство отдела. Полицейские стали взламывать дверь гаража, однако через некоторое время женщина, находившаяся внутри, смогла открыть замок и выбежать. За ней с топором в руках гнался мужчина, который, увидев сотрудников полиции, через внутреннюю дверь скрылся в строении. Пострадавшая рассказала, что ночью сожитель, находясь в неадекватном состоянии, с применением физической силы, запер ее в гараже, где избивал различными предметами. Потерпевшая бригадой скорой помощи была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские потребовали у подозреваемого открыть дверь, на что гражданин ответил отказом и забаррикадировался в помещении, при этом разбивая окна и ломая все внутри. Сотрудники полиции вне ведомственной охраны Росгвардии по периметру окружили дом и постройки. Сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, убеждая его выйти из дома. В результате, при силовой поддержке бойцов спецподразделения Управления Росгвардии по Новосибирской области, он был задержан. Им оказался 31-летний житель Дзержинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственным управлением СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. На базе межрегионального учебного центра прошли соревнования по служебному биатлону. Соревнование прошло среди подразделений и организаций Главного управления МВД России по Новосибирской области. В нем приняли участие 52 сотрудника из 13 сборных команд главка. Участники проявили отличную физическую подготовку, командный дух, получили заряд энергии и позитивные эмоции. Спортсмены поблагодарили друг друга за честную и увлекательную борьбу. В ближайшие месяцы полицейских ждут соревнований и победы в очередных спортивных дисциплинах. В Новосибирской области определены победители первого этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». В тройку лидеров вошли Александр Мурашов, Купинский район, Артем Сорокин, Черепановский район, Андрей Дерешев, Болотинский район. Участников, ставших лучшими по итогам интернет-голосования, ожидает второй этап конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября включительно. Принять участие в голосовании вы можете на нашем сайте 54.mvd.rf. Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел «Народный участковый» 2023 и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового полномоченного полиции. Напомним, что победитель будет представлять Новосибирскую область на заключательном этапе конкурса, который также пройдет в формате онлайн-голосования. Узнать подробнее о работе новосибирской полиции вы можете на сайте Главного управления МВД России по Новосибирской области, а также в официальных аккаунтах социальных сетей. На этом наш выпуск завершен. Дарите заботу своим близким, а мы позаботимся о безопасности.